Хочу сказать, что по сути вся эта лекция — это мои личные рассуждения и выводы, к которым я пришла, и также некоторые мои достижения, которыми я хотела бы сегодня с вами поделиться. Как возникла вообще идея сделать эту презентацию? Очень просто. Мне предложили выступить на Веттеде, и я сразу же отказалась. Почему я отказалась? Потому что я была в полной уверенности, что ни о чём таком интересном я вам рассказать не смогу, просто потому что ничего такого интересного я не знаю настолько хорошо, чтобы об этом рассказывать. То есть в моей голове образовалась такая интересная позиция, что я не могу рассказывать о чём-либо, не являясь профессионалом этого дела. И когда я эту позицию у себя обнаружила, соответственно, в моей голове возник вопрос. Я задумалась, как так получилось? Неужели я действительно не могу ни о чём рассказать? Я пришла домой и решила вспомнить вообще, что я умею, чем я занималась. И, к моему удивлению, список оказался достаточно большой. В действительности у меня есть на самом деле базовые знания и навыки в очень многих разных сферах деятельности. И самое главное, что их достаточно, чтобы при необходимости, в общем-то, легко и непринуждённо начать развиваться в любой из них. Соответственно, дальше у меня возник тот же вопрос. А как так получилось? Я подумала, что, имея такое большое количество разных знаний и навыков, я нахожусь в полной уверенности того, что ничего не могу ни о чём рассказать. Сначала я даже подумала, что, может быть, это какой-то синдром отличника, но почитала интересную литературу, достаточно умную, и пришла к выводу, что всё-таки нет, это не оно. И тогда я начала заниматься своим любимым делом, копаться в себе, и обнаружила очень интересный факт. Я практически никогда себя не хвалила. То есть очень часто была ситуация в моей жизни, что я делала какое-то дело, получался неплохой, даже хороший результат, но я не уделяла этому результату достаточного внимания. И объяснялось это достаточно просто тоже, потому что многие умеют так делать, и это не стоит внимания. И когда я это обнаружила, я даже провела небольшой эксперимент. Я занимаюсь рисованием, это одно из моих хобби. Я рисую портреты простым карандашом, и я решила посчитать, сколько портретов я всего нарисовала. Из тех, что я нашла, получилось 65, на некоторых из этих портретов были по несколько человек, и я решила посчитать, за сколько этих портретов я себя похвалила. И похвалила я себя за 8. То есть в моей голове отложилось, что я нарисовала не 65 портретов, а 8. Соответственно, как я могу вам рассказывать о рисовании, если я нарисовала всего лишь 8 хороших портретов? Я решила сделать вот такую интересную презентацию. Я хочу рассказать вам о том, что я умею, и, соответственно, это показать. И начну, естественно, с рисования. Это портрет моей мамы, моя любимая ее фотография в молодости. Нарисован на листе формата А4 простым карандашом. Следующий портрет. Вот за этот портрет, кстати говоря, я себя похвалила. Он мне очень нравится. Возможно, вы знаете, кто здесь изображен. Он тоже нарисован на формате А4. Вот этот вот портрет тоже получился очень-очень неплохим. Тоже нарисован на листе А4 простым карандашом. Здесь я даже приложила фотографию, как это выглядит на самом деле. На мой взгляд, классный портрет, но почему-то я за него себя не похвалила. И я его не помнила. Я не помнила, что я его нарисовала. Вот это одна из моих последних работ. Я ей очень горжусь. На самом деле получилось очень здорово, на мой взгляд. Этот портрет я рисовала очень долго, около двух месяцев. Хотя остальные портреты, по сути, я рисую за несколько часов. Это портрет фотографии моей семьи, мой папа, моя мама и маленькая я. Мне очень нравилась эта фотография. Я решила ее нарисовать, тоже получилось достаточно здорово. Здесь портрет нарисован на формате А3. Вот здесь вот представлена фотография, как это выглядело. Мне кажется, достаточно похоже. Это мой первый, я считаю, портрет, который у меня хорошо получился. Я его нарисовала, пока смотрела фильм «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро. Буквально за пару часов я, честно говоря, сама удивилась в тот момент, что я умею так рисовать, оказывается. И это, наверное, положило начало моему вот этому хобби. Этот портрет тоже один из самых ранних. Я его подарила своей подруге, которая очень уважает творчество, Виктора Робертовича Цоя. Я, в принципе, тоже уважаю его творчество. Тоже получился, на мой взгляд, достаточно неплохо. Кроме портретов я также рисую красками. Вот здесь представлена картина, нарисована масляными красками. Использован холст на картоне. Картина, как я их называю, одной ночи. То есть я потратила на эту картину одну ночь. Здесь тоже самое. Тоже холст на картоне. Тоже масляные краски. Картина тоже нарисована за одну ночь. Вот эта картина нарисована холст на подрамнике. Масляные краски. Я, на самом деле, очень сильно горжусь этой работой. Она мне очень нравится самой. Это была первая картина, которую я нарисовала в таком стиле. Подарила её своей бабушке, так что она до сих пор у нас висит. Одна из немногих, которые сохранились у меня в доме. Это мой ноутбук. Когда нету под рукой холста, я тоже не расстраиваюсь. И я могу нарисовать на чём-либо другом. Вот здесь попался под руку ноутбук. На самом деле получилось достаточно здорово. Здесь использованы масляные краски. Я никак не обрабатывала ноутбук, ничего с ним не делала. Просто взяла, нарисовала. И держится это уже лет шесть, наверное. И не смывается. На самом деле выглядит здорово. Здесь та же история. Это ноутбук моей мамы. Тоже рядом не было холста. Здесь видно, что я на первой фотографии сделала небольшой контур. Просто обрисовала простым обычным мелком. И на второй фотографии видно уже полностью готовая работа. Эта работа, на самом деле, единственная в своём роде. Единственный натюрморт, который я нарисовала, когда я пыталась поступить в художественную академию Санкт-Петербургскую. И мне, слава богу, туда не взяли. Иначе пришлось бы всю жизнь натюрморт рисовать, а мне не очень нравится. Вот это достаточно интересная работа. Это часы. Здесь была закуплена деревянная основа круглая, вот эта для часов. Был закуплен механизм со стрелками. И циферки на циферблате тоже деревянные были куплены. Всё остальное сделано моими руками. Полностью нарисовано вот это то, что в середине части, где нарисована собачка. Это, кстати, портрет моего пса. И циферблат сам тоже нарисован. Всё это покрыто лаком. Смотрится, на самом деле, очень здорово вживую. К сожалению, не передаётся на фотографии. Это очень жаль. Эти часы я сделала очень-очень давно. Этой работе уже, наверное, около лет десяти. Здесь не нарисовано. Часы выполнены в технике декупаж. Декупаж — это, по сути, перенесение какой-либо картинки на что-либо. В данном случае на деревянную основу часов. На самом деле, выглядит здорово. До сих пор сохранилось в отличном виде. Ничего нигде не потрескалось. До сих пор всё работает. Очень здорово. Это тоже одна из моих очень ранних работ. Тут тоже сделано в технике декупаж. Простая деревянная шкатулка. На неё перенесена салфетка с, соответственно, цветочками. Эта шкатулка металлическая. Тоже в технике декупаж. Была загрунтована. Перенесена сверху сама картинка. Шкатулка была покрыта краской. Всё это сверху залито лаком. И сделана изнутри была обивочка красненькая, бархатная. На самом деле, получилось достаточно здорово. Тоже вариант декупажа на свечах. На свечах декупаж делать вообще здорово и легко, на самом деле. Если кто-то захочет когда-то попробовать. Вообще, практически для этого ничего не нужно. Только салфетка с изображением. Ну, либо рисовая бумага, либо что-то. Можно даже обычную бумагу использовать. Картинка, соответственно, которую вы хотите перенести. Горячая ложка и свечка. Единственное условие, что свечка должна быть белая, потому что иначе будет теряться изображение. Вот тоже одна из моих работ. Я много чем, на самом деле, занималась. Действительно, это сделана заколка с цветком. Цветок сделан из атласных лент. Всё это пришито на фетровую основу. И фетровая основа прикреплена к заколке. На волосах, на самом деле, смотрится потрясающе. Кроме такого рукодельного, я ещё увлекаюсь, на самом деле, строительством немножко. Мне очень нравится, когда я что-то делаю, и из этого что-то классное получается. Вот на моей даче возник такой момент, когда у нас оказался старый ненужный душ, который надо было снести, а на его месте построить уличный умывальник. Чем я, собственно говоря, и занялась? Я снесла эту конструкцию. Здесь мы можем увидеть, что я сделала фундамент небольшой. Вкопала старую дырявую бочку, для того, чтобы туда в последующем стекала вода. Поставила сверху подиум. На подиум, соответственно, был поставлен каркас следующего здания. Здесь уже видно, что сделана крыша. И здесь уже, в принципе, почти готовая сама основа. То есть всё уже покрыто. Сделана крыша, покрыта рубероидом, проведён свет. И далее я сделала мебель. Сделала тоже всё своими руками. В середине вы можете видеть расположена раковина. По бокам, соответственно, с одной стороны поднимающийся откидной столик, с другой стороны просто дверка и за ней полочки. Вот так вот это всё выглядело, когда уже покрыто. Ну и, соответственно, то, что получилось. На самом деле строение прикольное получилось. Оно стоит до сих пор уже пять лет. Как говорят, стоит, не шелохнётся. И то, что было в сравнении. Также я пишу стихи. Стихотворений у меня достаточно много. Здесь представлен первый мой шедевр. Я его написала в пять лет. Так у меня уже в осознанном возрасте достаточно большое количество стихотворений. Около 25. Точно не помню. Но некоторые из них на несколько листов. Они действительно классные. Мне многие из них очень нравятся. Это рождественская ярмарка в Таллине, изображённая на шкатулке для денег. Я купила просто деревянную шкатулочку, основу. Она была ничем не покрыта, ничем не обработана. Я её, соответственно, отшкурила, обработала, покрыла её грунтовкой. В серединке вот здесь я нарисовала, соответственно, рождественскую ярмарку в Таллине. Эта шкатулка была в подарок для моей подруги, которая жила в Эстонии и очень любит её. И, соответственно, дальше я её покрыла чёрным цветом, покрыла лаком. На самом деле, получилась классная работа. Выглядит очень здорово вживую. Также из шкатулок вот у меня есть одна из последних моих работ. Старинная шкатулка. Я её таким образом реставрировала, нарисовала на ней жарптицу. Покрыла её тоже чёрным цветом, чёрным лаком. Выглядит это очень круто. Здесь представлена такая незатейливая табличка. Это была сделана разводка для водопровода. Выполнено это с помощью, наверное, все знают, старый советский аппарат для выжигания по дереву. И покрыта лаком. Табличка сделана вручную, полностью сделана с помощью выжигательного аппарата. Надпись покрыта краской и покрыта лаком сверху. Ну и, в принципе, я сегодня ускорилась. На этом моя лекция заканчивается. Хочу закончить её, привести вот эту цитату всем известного мудреца-философа Сократа. «Я знаю только, что ничего не знаю, но многие не знают и этого». Об этом, на самом деле, надо помнить. И когда вам кажется, что вы знаете недостаточно, нужно помнить о том, что кто-то не знает и этого. И, конечно, нельзя забывать себя хвалить, потому что иначе в вашей голове отложится то, что вы нарисовали 8 портретов, а не 65, как у меня. Это всё. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.